Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня, по многочисленным просьбам моих подписчиков, я хочу пообсуждать одну тему, связанную с КРМП Мобайл Блэк Раша. Она волнует и тревожит многих игроков, но почему-то достойных видео по этой теме я на ютубе еще найти не смог. Так что сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, связанную с КРМП Мобайл Блэк Раша, как перепродажа и покупка БУ автомобилей. Да, на первый взгляд может показаться, что в этой теме нет ничего необычного. Однако, покупка и перепродажа БУ автомобилей очень распространены в нашем КРМП и пользуются большой популярностью. Тысячи игроков каждый день совершают множество транзакций, связанными с автомобилями. И, к сожалению, не все из них успешны. Многие попадаются на развод, ну или получают не то, что они хотели. Так что в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про то, как не попасться на обман при покупке или продаже БУ автомобиля. Всеми нашим любимым КРМП Мобайл Блэк Раша. Я уверен, после просмотра этого видео вас уже никак никто не сможет обмануть на эту тему. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в КРМП Мобайл Блэк Раша, то обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти, возможно, лучший контент по нашему КРМП во всем СНГ. Ну а если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в самый лучший КРМП Мобайл проект во всем мире под названием Блэк Раша, то, ребят, я вас вообще не понимаю. Сейчас, да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда вам стоит скачать эту лучшую онлайн игру на ваш Android, неважно какой, потому что это КРМП великолепно оптимизировано и запускается даже на самых слабых девайсах. Устанавливайте это КРМП по первой ссылке в описании. Да, установка займет не более одной минуты, там всего лишь два клика нужно сделать. Ну и, естественно, это все совершенно бесплатно. И все же время играть только в один Фортнайт, надо иметь какое-то игровое разнообразие. А КРМП Мобайл Блэк Раша великолепный способ расслабиться после напряженной катки в Фортнайт арену, ну или просто поугарать вместе со своими друзьями. Ну а если именно ты хочешь поиграть в КРМП Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу группы канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд сервер, там ты обязательно сможешь найти меня. Мы спишемся, обязательно вместе поиграем, также не забывайте, что я люблю часто радовать своих подписчиков, так что тоже могу подкинуть немного денег на вашем сервере. Я, кстати, играю на лайм сервере, так что если вы хотите вместе со мной, то тоже начинайте играть на лайм сервере. Сейчас, правда, вы видите запись игры с Purple сервера, но не обращайте на это внимания, просто на момент записи этого видео, к сожалению, лайм сервер был заполнен. Надеюсь, вы меня поняли, и также хочу напомнить, что теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео. На этот раз огромное спасибо Лександу АСМР, Джею Джонси и Ярославу Клещевскому. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Если хочешь пополнить этот список, то обязательно комментируй одним из первых мое следующее новое видео. Также не забудьте авансом поставить лайк на это видео, потому что я вас уверяю, такого вы еще нигде ни у кого не слышали, что я скажу в этом ролике. Ну а теперь, наконец-таки, предлагаю приступить к сегодняшней теме. Ну, во-первых, начнем с того, что, да, как я прежде говорил, перепродажа автомобилей очень популярна в нашем КРМП. Также не менее популярен в этой теме обман. Да, есть много людей, которые обманывают других игроков на деньги при покупке БУ машины, или наоборот, при продаже БУ машины. Например, человек хочет купить машину, то есть он договаривается о встрече, он передает деньги, а машину взамен не получает. Ну или наоборот, хочет купить машину, например, получает права на какой-то автомобиль, а деньги при этом не отдает. Так если вы все-таки попали в какую-то из этих ситуаций, что же тогда делать? Первым делом вы должны собрать максимальную информацию про человека, которому будете продавать свой автомобиль, ну или у кого будете его покупать. Первым делом всегда скриньте ник и ID игрока, желательно со скином, потому что в дальнейшем это вам очень сильно поможет. Еще будет лучше узнать его социальные сети, например, Instagram или ВКонтакте. Так что если вы все-таки хотите приобрести машину, ну или ее купить, 100% вы должны обязательно спросить на социальные сети, в ином случае просто не соглашайтесь на сделку. Потому что я уверен, чистый продавец, который реально хочет продать машину, ну или чистый покупатель, который хочет ее реально купить, в любом случае вам не должен отказать в предоставлении подробной информации про себя самого. После того, как вы достали про своего продавца или покупателя максимум информации, естественно, перед покупкой, тогда можете попробовать рискнуть и купить или продать ему свою машину. И в том случае, если он вас обманет, вы сможете смело обратиться к модераторам, ну или любому админу на этом сервере. И если у вас есть достаточные информации про данного человека, с легкостью сможете его отыскать, забанить и получить компенсацию за данный обман. Админы и разработчики всегда рады помочь в данной ситуации и наказать нарушителя. Но опять же, никто не имеет ни малейшего желания начинать эти бесконечные разборки, начать в этом разбираться, в общем, дополнительная суета. Как же изначально не попасться на данный обман? И как его стоит избежать, чтобы потом не было никаких разбирательств и дальнейших последствий? Все просто, ищите доверенных лиц. Рекомендую просто использовать сообщество ВКонтакте по продаже и покупке БУ автомобилей в Карампо Мобайл Блэк Раша. Админы этих сообществ обязаны и должны всегда допускать к продаже и покупке только доверенных лиц, и обман в таких случаях равен практически нулю. В общем, можете покупать у кого угодно, но я вас уверяю, всегда вы должны знать, у кого вы покупаете или кому вы продаете. Лучше, конечно же, всего, если это будет какой-то ваш знакомый человек. Ну а также напоследок хочу рассказать про еще один вид мошенничества, на которое вы можете наткнуться при покупке или продаже автомобиля в Карампо Мобайл Блэк Раша. Насколько вы должны знать, что в нашем Карампо есть возможность прокачивать машины. Так вот, некоторые из людей, которые продают машину, специально завыжают им цену, говоря о том, что они прокачали или чипировали эту тачку. Но на самом деле оказывается, что это не так, и вы просто-напросто переплатили лишние деньги за эту машину. Чтобы не попасться на этом простом обмане, вы всегда должны перед покупкой просить тест-драйв данной машины, смотреть на ее показатели и сравнивать со стандартными показателями этого автомобиля. Если показатели выше, то да, продавец не врет, эта машина реально чипированная, она реально прокачана. И повышение суммы стоимости автомобиля, естественно, логично. Ну а если показатели машины ниже или на том же уровне, что и стандартные показатели, то продавец вам врет, и вы зря переплачиваете за данный автомобиль. Так что, ребят, будьте аккуратнее, не дайте себя никому обмануть. Ну а что по этому поводу думаете, именно вы обязательно напишите в комментариях. Также, если вы уже покупали или продавали бы у машины, не забудьте поделиться своим опытом в комментариях. Пишите, как проходили сделки, успешно, хорошо, какие машины продавали, за какие суммы, и встречались ли вы вообще с мошенничеством в этой теме. Будет интересно узнать. Ну а так, огромное спасибо вам за просмотр. Уверен, это видео вам помогло разобраться в этой теме. И по традиции, с вами как всегда был Матвей. И hasta luego.